Дорогие телезрители В таинстве крещения, через которое мы входим в церковь и рождаемся для жизни вечной, нам дается возможность начать жизнь, можно сказать, с белого листа. Господь в таинстве крещения, в купеле, дает нам прощение всех наших прегрешений и грехов, как бы изглаживая их. Символическим знаком такой чистоты является то, что крещеный облачается в белую ризу и поется при этом следующее песнопение «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яка ризу и Христе Боже наш». Через таинство крещения мы входим и внутрь самой церкви, становимся ее членами, входим в эту спасаемую ограду, в чад Божий. Но, к сожалению, в процессе жизни мы мараем свою белую ризу, данную нам в крещении, и по слабости нашей немощи совершаем грехи и прегрешения. И это начинается буквально с самого рождения человека. Когда он начинает осмысленно действовать, он вступает, так сказать, в противление иногда закону Божию. Через непослушание родителям, через прочее и прочее, становясь старше, он вместе с тем может развивать и те греховные навыки или те склонности, которые ему передаются от родителей и от поколения предков. И вот Святая Церковь, зная немощь рода человеческого и удобопреклонность к греху, даровала, так сказать, другую купель – обновление или таинство покаяния исповеди. К сожалению, многие не до конца понимают значение дарования Церкви этого великого таинства, и поэтому многие пренебрегают им, подходя к исповеди, исповедуя свои прегрешения, весьма редко. Все это происходит, безусловно, от того, что мы до конца не понимаем, что есть грех. Это есть болезнь, которая может, с одной стороны, прогрессировать, и, с другой стороны, которую мы можем врачевать или совершенно от нее избавиться. И вот таким врачевательным средством, которое помогает эти семена греха уничтожить или, по крайней мере, не дать возможности им сильно разрастись в нашей душе, является таинство исповеди. При свидетельстве священника человек открывает свою совесть прежде всего пред Богом. И Господь через священника подает прощение и разрешение от грехов и прегрешений. Но, к сожалению, иногда исповеди не сопутствуют покаяния. То есть мы приносим к исповеди свои прегрешения, искренне в них раскаиваемся. Но вот, отойдя от аналоя с крестом и Евангелием, получив разрешение от священника, мы буквально тут же иногда повторяем то, в чем только что искренне раскаивались. Это говорит об отсутствии покаяния, то есть перемены, перемены мыслей и перемены жизни. Подлинно осмыслить свою жизнь возможно только при чтении Святого Евангелия. То же самое можно сказать и о тех грехах, которые мы иногда не замечаем в нашей повседневной жизни. Очень часто священникам приходится сталкиваться с такими людьми, которым буквально нечего сказать на исповеди. И вот, когда спрашиваешь, читали ли вы Евангелие, обычно выясняется, что нет, эти люди Евангелие не читали. Поэтому, безусловно, подойти к исповеди невозможно, не узнав прежде, чего хочет от нас Бог и каков его замысел о каждом из нас. Святое Писание и Евангелие открывают нам ту глубину замысла Божия о каждом из нас. И вместе с тем, через чтение Слова Божия, мы постигаем, и что требует от нас Господь, в чем заключается Его закон, без исполнения которого невозможно войти в Царство Небесное. В Таинстве Крещения человек, на вопрос священника, и веруешь ли Ему, то есть Иисусу Христу, после слов присяги должен ответить, веруя Ему как Царю и Богу. Верить Ему как Царю, это означает признавать Его Божественный закон, закон, без исполнения которого невозможно войти в тое Царство, головой которого Он является. В процессе жизни, как я уже и говорил, мы иногда бываем и дезертирами, и преступниками закона. И вот снова вернуться под знамя Христа и снова получить возможность начать с нового листа свою жизнь, дает нам возможность Таинства Покаяния или Исповеди. Таинство Покаяния было установлено в Церкви с первых времен ее существования. Известно, что были две формы Исповеди, это публичная и частная, или тайная. В публичной Исповеди обычно нуждались люди, которые были закоренелыми грешниками и которые уже не чувствовали так остро голоса совести из-за так называемой прожженной совести, то есть когда посредством постоянной греховной жизни она умершляется самим человеком. Ко всему прочему, к публичной Исповеди приводились люди, отступившие от Церкви, которые должны были исповедовать свой грех перед тем обществом, которое они предали. И которое должно было снова после искреннего раскаяния и покаяния впустить их в себя. Частной Исповеди обычно прибегаем и мы с вами. Частная или тайная Исповедь совершается при свидетельстве священника, который налагает на свои уста обет молчания, то есть он не должен ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах раскрывать тайну Исповеди. Из существующих церковных законов священник, разглашающий Исповедь, подвергается извержению Иссана. Настолько строго Святая Церковь наблюдает за тем неразглашением, которое должно сопутствовать Святой Исповеди. К сожалению, многие люди смущаются именно этим обстоятельством, думая, что они исповедуются священнику. Но священник в данном случае является лишь свидетелем, о чем он говорит в предшествующей Исповеди молитве. «Се чадо Христос невидимо стоит приемля исповедания Твое, не устыдися, не же убойся, да не скрышь и что от меня, но не обинуяся, рцы вся и ликосаделу и си да примешь и оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Все иконы Его пред нами, аж же то, чью свидетель есть». Он является свидетелем, который будет на страшном суде истязан вместе с теми, у кого он принимал исповедь, и будет свидетельствовать о том, что человек действительно и подлинно приносил покаяние в тех грехах, которые его будут обвинять. Вместе с тем присутствие священника является колоссальнейшим психологическим способом воздействия на совесть человека. Человек, который действительно стесняется присутствия другого человека, стесняется раскрывать перед ним совесть в следующий раз, прежде чем совершить прегрешение, наверное, лишний раз задумается о том, что ему придется вот это все потом рассказывать в присутствии другого человека. И вместе с тем стыд, который вызывает откровенный рассказ о своей, о том, что мы чаще всего пытаемся скрыть, является тоже важным очистительным средством. Когда пробуждается стыд и начинает говорить совесть, и появляются иногда у многих людей действительно слезы покаяния. Заканчивая сегодняшнюю нашу беседу о величайшем таинстве Церкви Покаяния, хочется призвать всех не пренебрегать этим величайшим даром Церкви, но как можно чаще приступать к нему, очищая свою совесть и вместе с тем выкорчевывая те корни грехов, которые очень часто пускают в нашей душе свои пагубные корни. На этом наша передача окончена. Я всех вас благодарю за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова